Портал fb.ru расскажет о свекрови, которая позарилась на Танину квартиру, подселив туда дочь, но помощь пришла оттуда, откуда женщина не ждала. Супруг Татьяны серьезно болел, но категорически отказался писать завещание. Видимо, еще верил в то, что выздоровеет. Квартира, в которой Таня жила с супругом и дочкой, была приобретена еще до брака. Мужчина работал на вредном производстве, там хорошо платили, и ему удалось купить жилплощадь. После смерти мужа в наследство вступил свекор, свекровь, Таня и ее дочь. Мать супруга лицемерно плакала, говорила, что раз ее сына уже нет в живых, пусть хотя бы память о нем родителям останется. Кроме того, младшая дочь нашла себе жениха, им надо жить в собственной квартире. Свекровь потребовала, чтобы Татьяна подселила заловку и ее избранника к себе. Женщина объяснила, что в квартире всего две комнаты, одна изолированная, вторая проходная, и предложила свекрови выкупить долю в наследстве, правда в рассрочку. Мать мужа возмутилась и сказала, что такой вариант ее не устраивает, тем более, что у свекрови тоже двухкомнатная квартира, переезжать в коммуналку они не хотят, а дочери с женихом надо иметь собственное жилье. После долгих споров Татьяна вынуждена была уступить. Жених у заловки оказался бывшим заключенным. Лена познакомилась с Валентином по переписке, когда он сидел в тюрьме. Татьяна с дочерью поставили замок в дверь своей комнаты и стали жить в постоянном страхе. Таня думала о том, как продать эту квартиру и приобрести однушку, тем более, что Лена с женихом постоянно скандалили. Уехать на съемную квартиру Татьяна не могла. Она выплачивала кредит, который брала на лечение супруга. Однажды утром жених заловки попросил Таню поговорить с ним. Он признался, что не хочет жить с Леной и перед тем, как уйти, предложил женщине помощь. Через неделю Валентин оказался обладателем половины квартиры. По просьбе дочери свекры подарили мужчине часть наследства. Лена говорила, что если у жениха будет собственность, он сделает прописку и найдет работу. Заловка боялась, что Валентин бросит ее и уйдет к другой. Вечером жених потребовал, чтобы Лена собирала вещи. А на следующий день поехал с Таней к нотариусу. Подарил ей половину квартиры, попросив для себя лишь прописку. Свекровь приезжала к Татьяне. Возмущалась. Но Валентин объяснил, что скандалов устраивать не надо. Теперь Татьяна с дочерью живут спокойно. Валентин иногда звонит, спрашивает, как дела. Но ничего не требует и не досаждает. Через год Таня узнала, что мужчина нашел себе женщину в селе. Живет в ее доме. У новой супруги двое детей от первого брака. Валентин воспитывает их как родных. Таня никогда не могла бы подумать, что ее ангел-хранитель окажется таким необычным, синими куполами вместо крыльев. А как думаете вы, стоит ли судить людей за ошибки их прошлого? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.